Мы нашли его, ребята Что такое, Софи? Зато я вижу кое-что другое Вы видите, что происходит? Ничего не меняется, выключаю Я в шоке Мы просто прямо над тем домом Вы видите его? Просто кому-то нравится Жить в лесу Привет, я Анимэджик И со мной тут, как обычно, мои питомцы Что это было? Как обычно, Юми конкурирует с Софи Итак, кратко, новости для тех, кто не подписан на мой Телеграм и другие соцсети А лучше подпишитесь, чтобы все узнавать самыми первыми Я вот даже на свой личный канал Анимэджик Наконец-то сняла видео, в котором я ответила на вопросы Которые вы мне задавали очень много лет подряд И там же я сказала, что наконец-то занялась музыкой И очень скоро в январе будут треки Но вы об этом можете не знать, потому что вы не подписаны Так вот, кратко 13 декабря мы с собаками выехали в мега-путешествие на машине Зимой из Москвы в Сочи Уже утром 14-го, прямо в свой день рождения В Воронеже я подскользнулась на лестнице И лицом впечаталась землю так, что мои очки оставили мне фингалы Ну, я же мэджик, как я еще могла начать свой день рождения? Сейчас вот вроде получше стало немножко Потом мы отмечали в Ростове В очень классном Pet Friend для отеля Где был очень милый котик Семен и собаки даже его не доставали А к 15-му мы таки все В целости и сохранности доехали до Сочи И вот мы здесь на каникулах И сегодня мы с песиками пойдем гулять в очень интересное, я думаю, для вас место Так что сейчас прямо с утра начнем собираться Готовы? А! Смотрите Я уже вам говорила, что я задумалась, что часто в соцсетях и вот вообще везде У публичных людей мы видим, как все красиво Всегда так все мило, ярко и даже идеально Но ведь, скажем честно и правда, да, что это не всегда так Поэтому я сегодня еще решила снять немножко ожидания и реальность собачника Я решила устроить себе и моим любимым песикам такой милый и уютный мини-пикник Себе беру вот такой завтрак, кофе в термосе А пушистым детишкам у нас мисочки, вода в поилочке обязательно И корм им на завтрак У нас с собой в этой поездке корм карника Сухие корма из Франции, Италии и влажный И мои песики обожают вкусно поесть А я должна позаботиться о том, чтобы это было еще и полезно Ведь кто, кроме меня, позаботится о них? На пикник мы возьмем мягкий корм, а сухой поедим дома на ужин Они не могут выбрать сами, ни кошки, ни собаки Это и есть осознанный подход к питанию И я выбрала карнику, как настоящий осознанный хозяин Ведь в этом корме каждый ингредиент имеет смысл Приятного и полезного аппетита! Но ведь, скажем честно и правда, да, что это не всегда так Кто лает? Так, неожиданно пошел дождь, отлично Нет, Софи, только не в воду Нет, нет, Юми Что на тебе, Софи? Юми, зачем тебе туда? Ну, зато вот честно, да? Кстати, про корм я и правда на самом деле рекомендую карнику Если не умничать, у них прозрачный состав, все ясно и никаких непонятных слов До 65% мясных ингредиентов А рецепт самого корма разработан нутрициологами Ну, вы знаете, да, это люди, которые делают подбор рационального, сбалансированного питания С учетом возраста, здоровья, особенностей организма А по промокоду ЗАБОТА у вас до нового года будет скидка 10% на все товары бренда Карника в Зоозавре Покупайте своим любимцам, ссылку, как всегда, оставляю внизу Подходите к питанию своих питомцев, пожалуйста, осознанно Ведь кто, кроме нас с вами, позаботится о наших пушистиках? Да А что теперь мне делать с этим? Кто напачкал мне джинсы? Мы сегодня с вами вернемся в прошлое Как вовремя закончился дождь? Сегодня мы прибыли в тот самый лес, в котором мы были больше чуть года назад Где мы обнаружили дом на дереве в лесу Где мы проводили ночь Короче, мы сегодня приехали сюда, чтобы посмотреть, что же тут изменилось Вы очень просили проверить тот самый домик Мы начинаем наш подъем Погнали! Именно вот по этой тропинке мы тогда спускались ночью через лес Если вы помните тот ролик, когда мы ночевали в этом лесу И спускались от страха, что там что-то заметили Увидели каких-то людей с огоньками Теперь здесь сделали национальный парк Здесь есть отдельный въезд, куда ты подъезжаешь на машине Там барковка И на машине заехать дальше нельзя, как было раньше Поэтому большой кусок нам придется подниматься в гору Мы пройдем сегодня весь этот путь Заново, от начала до конца С нами уже тогда не было и Васика Потому что он умер Попогинулась предыдущим летом Но с нами в тот момент была Мишка И по сути эти земли в этих горах, вот докуда мы идем Это последние земли, по которым она ходила своими лапками И это будет еще и такое для нас очень ностальгическое воспоминание Потом и Мишка от нас ушла, и нас осталось трое Ну и четверо с Алисой Смотрите, что у меня есть Принесите! Да, молодец, Софиша Юми, нет Ты мячик будешь словить? А приносить? Давай Отбила, принесла Раз, два Молодец! Молодец, собака умница Вы видели, на какой высоте она это сделала? Молодец! Еще раз Раз, два Софи такая, нет, это я, я, я Нет, Софиш Софиш Юми, ищи Неси Ищи, давай скорей Неси мяч Что происходит? А почему никто мяч не несет? Софи, дай мне мяч Это что, игнор? Это какой-то игнор? Софи, дай мне мяч Софи Вот, молодец Дай, дай Софиш, дай Да что за происходит, а? Что ты мне пальцы кусаешь? Мяч мне дай Юми, дай мяч Юми Вы что, у вас отрубились мозги, что ли, или что? Давай, Софиш, молодец Мне кажется, Софи немножко там потерялась Иди сюда Кто там где-то ходит, бродит, а? Юми, Софи Мы поднялись на гору, да? Что вы там унюхали, а? Такие листики так шуршат под ногами, кайфово Юми, Софи Ищите то самое место Вы помните, где оно? Вместо того, чтобы искать Покемон Юмичу вместе с Софи перемечивают друг друга Для начала, ребята, просто посмотрите Какой красивый лес Тут какие-то явно местечки для того, чтобы сидеть Какие-то столики и скамейки Может, это он? А, нет, это просто завало деревьев Я только что подумала на секунду, что мы его нашли Что его разрушило, завалило, что это он Но он где-то был здесь Нет, Софи, нет, 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 не надо сюда Это вот на самом деле, вот эти штуки Это очень опасные колючки Они очень твердые, кажется, что нет, но это не листья Я точно помню, как мы проходили через эти обломки Мы нашли его, ребята Это он Спустя столько времени Тот самый дом на дереве Давайте посмотрим, что же тут изменилось Крыша, села, на которой мы сидели и прятались от волков ночью Что такое, Софи? Что ты лаешь? У меня с собой три заряженных аккумулятора было Вот один, второй и третий в камере Два из них уже села, как только мы просто сюда пришли Я реально не понимаю, как это Потому что я клянусь вам, я их зарядила Как такое может быть, что за фигня? Подпорки тоже целы Все хорошо Но, как вы помните, здесь была лестница А, вот она Вот Вот нога А вот ступеньки прибитые к ней Кто-то сломал лестницу Чтобы наверх не поднимались Почему тогда они не разобрали крышу? Непонятно Еще здесь были камни Помните, камни такие, на которых были какие-то надписи? Но сейчас я этих камней нигде здесь не вижу Вау! Зато я вижу кое-что другое Смотрите, под крышей, на вот этом основном дереве Вот такой вот странный рисунок Может где-то тут есть еще какие-то рисунки? Крест Какая-то еще штука Еще один значок на этой ветке Интересно, может надо со всех сторон Офигеть Офигеть Серьезно Это какая-то шутка, видимо Так, будем проверять все ветки Хотя, с другой стороны Ну, просмотрим мы все это увидим И что нам это даст Вообще непонятно Я не понимаю, что это за знаки То есть вот на этой На этой стене, скажем так Тоже должны быть Да Вот Вот Я не знаю, что все это значит Кто-нибудь, может быть, разбирается в черной магии Или уж не знаю, что это такое Стрелка Стрелка сюда Вот еще один Может это С-буква, я не знаю Здесь еще один Офигеть, они запрятаны как Может сколько их тут вообще, этих штучек, этих надписей Которые можно найти Вот еще Офигеть, сколько тут значков Ого Вот еще один Кружочек Прям под носом у меня Да уж Это капец Я сейчас снимаю на айфон Но если вы помните У нас такая проблема тут уже была У меня садились здесь батарейки Очень быстро И были проблемы со звуком Это просто капец Ничего не поменялось Так, ждите меня тут Никуда не уходите Кстати, вы помните Эту доску Точнее, это дерево И вот здесь был костер Такой, прям с камнями Со всем Его тоже разобрали Остался только костер Там еще, я помню Стояли такие металлические Как для мангала Шампурчики И что же тут нет Что там у меня такое? Короче, костра здесь Не осталось Вот здесь наверху Прям мы сидели ночью Здесь все застелили Ужинали Я надеюсь, я не упаду Помните эти бамбуковые штучки? И как мы тут все постелили Девочки Да уж Я как всегда Я упала Порвала руку до крови Немножко Плохая была идея Сюда идти Без лестницы Лезть туда Да, вот такие вот дела Вот такая история У этого домика А вот здесь я не видела ничего А что здесь написано? Вернись 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 Из тринадцать Вернись Тринадцатого Или вернись В Тринадцать В три Ну я не думаю, что спустя То время Сколько нас здесь не было Эта надпись Подосвещается нам Вернись в три Смотрите, смотрите, что происходит с камерой. Вы слышите? Вы слышите этот звук на камере? Я не прикалываюсь, серьезно. Вы видите, что происходит? Это помехи. Смотрите, я ее выключаю на OFF, и она продолжает издавать этот звук. Он включен. Ничего не меняется. Выключаю. Ничего не меняется. Вы понимаете, что она выключена? OFF, OFF. Когда ты что-то выключаешь, оно выключается. Вы видели, что происходит с ней? И сейчас он показывает, что батарейка есть. Капец. До этого он показывал, что кончился заряд. Кто бежит ко мне? Что такое? Что такое? Что такое? А чего такое случилось? Я же сказала вам там ждать. Очень странно работает камера айфона. Он очень странно снимает. Так некачественно, как будто я снимаю на какой-то древний телефон, мне кажется. Короче, сейчас камера села. Я думаю, что нам нужно уходить. И пойдем мы одним путем, такой дорогой, по которой мы ходили уже. Я хочу посмотреть, изменилось ли там что-нибудь. Капец, странные звуки. Пошлите! Что такое? Пошли! Чего-то остановились, просто сели, легли практически. Ну что, домик, может быть, мы к тебе еще вернемся. Лес на самом деле жуткий. А ночью он был еще страшнее, этот лес. И если я правильно помню, на этом перекрестке налево или направо на дорогу. Куда пойдем? Помните вы, как вы сказали, мы пойдем. Куда? Налево или направо пойдем, а? Юмичу, показывай нам путь. Что вы там опять унюхали, а? Пошли! По-моему, то место, где мы ночью сидели, прятались, было справа. И там же была заброшена машина, которая потом исчезла, как вы помните, в какой-то момент непонятным образом. Это что, это как в мемах, что ли, теперь? ФСБ, масонные инопланетяне читают мою переписку. А они, видимо, смотрят наши видео в моем случае. Просто исчезла машина. Снимали ролик, есть машина заброшенная, огромная, газель. Через время с ним возвращаемся, машины нет. Вы помните это? Это же капец. Нет, мы куда-то не туда идем. Не было там вот такой вот огромной каменной дороги наверх. Нет, ну только не говорите мне, что мы опять заблудились. Что? Нет! Юми, нет! Нет! Я тебя убью, если ты это сделала. Один раз уже была такая ситуация. Юми-чун начинала валяться в чужих какашках. И измазалась вся. И потом я ее ходила мыло. Иди сюда. Ты измазалась? Нет, Юми, дай понюхаю. А один раз она измазалась, два раза в жизни она измазалась... Нет! Два раза в жизни она измазалась, зюкалась вся в какашках. А другой раз в рыбе какой-то тухлой. Ничему, Аня, ты в своей жизни не учишься. Ничего в своей жизни меняется. До темноты остался час, а мы не туда пришли, блин. А где Софи? Вон она там, бежит где-то вдалеке. Вот козявка, а какая! Что ты там делала, а? Но... Блин, я поняла! Мы пришли не снизу, а по верху. Мы прошли другим путем. И тот самый дом, который мы видели снизу, вы помните? Я сейчас покажу кадры. Сейчас мы над ним. Мы над тем домом. Я в шоке. Мы просто прямо над тем домом. То есть мы были где-то вот там внизу. А сейчас мы прошли какой-то странный путь. И теперь мы оказались сверху над этим домом. Вы видите его? Не пойму, он задрошен или нет. Короче, мы сделали гигантский круг. Мы вернулись. Дошли до этого перекрестка и повернули вместо права налево. Я надеюсь, это туда. Софиша устала. Да, скажи, надо передохнуть. Попить водички, передохнуть. Да. Одна покемон впереди всех бежит. Посмотри на меня. Посмотри на меня жебоку. Да, мы вышли на дорогу, которая ведет вот к тому дому. Я все-таки хочу до него дойти и посмотреть, заброшенный он или нет. Потому что тогда, летом, мне показалось, что он не заброшенный. Мы туда больше не возвращались. Точнее, где-то здесь мы делали ночевку с пикником. И помните эти люди в белом, которые ходили с огоньками? Вот они, эти знаки, я помню, что, типа, проезжать туда нельзя. Смотрите. Дом, очевидно, не заброшенный. Просто кому-то нравится жить в лесу и подниматься вот там, в горку. Тут явно ведется стройка. Юмич, иди сюда. Людей сейчас нет, но тут, очевидно, что-то делают. Если честно, еще мне стремно как-то туда идти. Во-первых, потому что он явно не заброшенный. То есть это мы нарушим чужую частную собственность. Даже если там нет людей, это стремно. Потому что могут быть какие-нибудь злые собаки или охрана. Или камеры. Или что-нибудь такое. В общем, капец тут горько просто. Как меня поднимали. В общем, я не буду рисковать. Потому что, еще и потому что я там внизу оставила камеру. Чтобы не тащить ее сюда. И сейчас я думаю, не совершила ли я ошибку. Вдруг кто-то будет проходить. О, чья-то камера. Возьму, пожалуй. Но судя по тому, сколько мы здесь ходим. Нет ли здесь вообще ни одного человека. Возможно, этого и не случится. Я очень надеюсь, что этого не случится. Короче, я решила не рисковать. И не лезть в дом, который не выглядит как реально заброшенный. Потому что если бы это была заброшка, то там было бы все совсем по-другому. Поверьте моему опыту. Что-то, по-моему, не самое лучшее место для спуска мы выбрали, ребята, да? Как вам вообще там пройти-то, а? Нет, тут мы не пойдем. Посмотрите, что тут вообще. Давай. Молодец. Покемон просто герой. Если здесь упасть на этих скользких камнях, Софиш, аккуратненько, то можно реально разбить бошку. Это, Аня, тоже плохая идея. Мы нашли другую дорожку. Менее опасную. При всех своих попытках сегодня быть аккуратной, я упала вторую. Мы сегодня, Софи, с Юмичу, вернулись в прошлое. Не забудьте подписаться на наш телеграм. Это очень важно. Там самые последние новости. Там вы даже узнаете, когда выходят ролики. Чтоб вы поняли полный масштаб мистики, я прихожу домой, включаю камеру. И кроме того, что она работает, половина заряда. Я не заряжала аккумуляторы. Мы только же зашли домой, камера заряжена. То есть я их не заряжала, я их еще не включала. И камера работает.